Моё почтение, друзья, сегодня у нас уникальный телефон, интересный, от компании Unihertz. Бренд 8849, вот в такой коробочке. Танк 3 Pro. 3 Pro последняя новиночка. Старт продаж у нас начинается 12 марта. Ссылочку оставлю в описании сразу же. Если цена ещё не определилась, будет окончательно цена, кто будет покупать, 12 марта. Вот такой телефончик, интересно, чем он интересен. Здесь 512 встроенной памяти, оперативы 16, может расширяться. Здоровенный дисплей. Между прочим, дисплей очень качественный. Очень-очень качественный дисплей. У меня ещё не на полную здесь стоит, хотя здесь всё в освещении. Сейчас мы пробежимся по начинке. Фишка данного телефона, это у него проектор, ребята. Проектор. Вот он. Он уже включен. Ха-ха-ха. Всё, выключим. Мы его позже продемонстрируем вам. Из фишек данного телефона проектор. Кемпинговый фонарь. Здоровенный кемпинговый фонарь. Там много режимов. 200 мегапикселей камеры. 64 ночная мегапикселей камеры. 50 мегапикселей. Фронтальная батарея 23800. И много-много разных фишек. Ну, NFS, соответственно, двухдиапазонный Wi-Fi. Полностью система навигации. Galileo, Bytex, GPS, GLONASS. Bluetooth последней версии. Защитное стекло. Телефон полностью удароводопрочный. Влагозащищенный. Несмотря на то, что у него есть тут выдувка, продувка, охлаждение лазерного проектора. Но воды он не боится, ничего не боится. Полный функционал. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас с вами его распечатаем. Ну, покажу, как комплектация из коробочки. Дальше пробежимся по программному обеспечению. Сразу же вам ставлю скриншот сюда, как обычно. И потенциальный покупатель захочет купить данный аппарат. Сразу же будут представлять, что там в начинке. А то обзорщики кажут, какие-то небольшие фишки показали. А в основном никто не показывает всю начинку, что здесь есть. Мы, конечно, на всем внимании не будем заострять. Только на основных моментах. Но постараюсь все моменты меню оформить. Сразу же живые обои. Видим, стоит по умолчанию. Все чутенько сделано. Ну и что сделаем потом? Выйдем, пофотографируем. Покажу вам примеры видеофото здесь. И вечером выведу на стену и покажу, как. Сейчас, конечно, это не продемонстрирую, вы не почувствуете. У вас это будет в одном ролике. У меня тут несколько дней будут съемочки идти. И, соответственно, покажу, как работает проектор. Штука вообще удобная. Хоть в кемпинге, хоть в отдыхе, хоть где-то вы на потолок вывели. Куда с собой у вас всегда проектор. Что на телефоне творится здесь или флешки у вас, которые есть. Все можно выводить, проектировать на стену. Все, смотрим комплектацию. Погнали. Поставляю за телефон вот в такой интересной коробочке. Не маленькая, я бы сказал. Давайте клинку снимем сразу. Чтоб у нас ничего не бликовало. Я вам покажу, если вы приобретете данную модель, как она будет выглядеть. Из магазина производителя. Клееночку убираем. Компания Unihards. Бренд 8849. Модель Tank 3 Pro. У нас надо пломбочки вскрыть. Моделька интересная. У нас уже от данной компании были некоторые модели на обзорах. Открываем. Сразу же посмотрим, что у нас встречает в коробочке. К телефону мы вернемся чуть позже. Телефон не маленький, весит 700 грамм. Плюс-минус. Так что карман у вас знатно оттянет. Защитное стекло идет. Хотя здесь тоже Gorilla Glass стоит. Но кто хочет или хочет, может еще наклеить, пожалуйста. Дальше. У нас идет салфеточки. Это убираем. Идет мануал, краткая инструкция. Опять же, тут гарантийные талоны. Что здесь? Телефон поддерживает обратную зарядку. Может работать как PowerBank. Так как 23800 мА, это вам не шутки. И каждый PowerBank может похвастаться такой емкостью. Ну и зарядка 120 Вт. Вот такую батарею за 2 часа прокачают. А до середины там вообще какие-то минуты. Мощное зарядище. Телефончик. Давайте мы его распакуем. Здесь у нас e-mail. Делать также характеристики дублируются. Сам телефон. Телефон немаленький. Повторюсь, весит там 700 грамм. Что здесь есть? Фишка данного телефона, конечно же, проектор. Лазерный проектор. Вдув и выдув. Или наоборот, вдув-выдув. Ах, для охлаждения. Я видел, как его разбирают. Полностью водозащита. Можно бросать его. Топить. Не бояться, ничего им не будет. Ну и в кемпингах вам понадобится. Позже продемонстрирую, как работает. Также здесь у нас ик-порт. Есть программа, как можно сделать пульт управления из данного телефона. Очень удобно. Когда батарейки на пульте кончаются, иногда пользуюсь. 200 мегапикселей камера. Ночная камера 64 мегапикселя. Инфокрасная подсветка. Четыре лампы сделали. Должно быть вообще прекрасно. Фотоспышка. Здоровенный кемпинговый фонарь. Много режимов, которые мы уже видели. Производитель такой решения. Хватит на очень долго. Вот телеобъектив. И еще одна камера макро. Четыре. Видим, что блок из четырех камер сделан. Алюминий. Здесь сделано под кожу. Такие, чтобы вставать. И здесь тоже приятный софт-тач. Такой прорезиненный. Видим, что сделаны уголки. Если упадет, у вас не разобьется. Петелька под темляк присутствует. Снизу 3,5 мм. Если кто в автомобилях или где-то... Или в музыкальной колонке подключают темляки. Пожалуйста. USB Type-C. Полностью видим, что защищен. 3,5 мм. Микрофончик. Здесь у нас микрофоны. Здесь микрофоны. Везде микрофоны. Должен писать стерео. Видим, что телефон ремонтом пригоден. Можно разобрать, раскрутить. И там поменять батарею. Здоровенный дисплей. Камера. Опять же. Все под буртиком. Если упадет, здесь буртик. Такой. Стекло не разобьется. Но опять же, если будете наклеивать. Так. С этой стороны у нас... Здесь, наверное, вход. Здесь выход. Потому что здесь стоит сеточка. Чтобы мусор не выпадал. Кнопочка включения-выключения. Она же является сенсором отпечатка пальца. Клавиши громкости. Перенесены на эту сторону. Многофункциональные клавиши. Две. Можно назначить разное приложение. И колесико. Колесико для чего? Чтобы фокус настраивать на проекторе. Проектор мы чуть позже продемонстрируем. Все замечательно. Будем подстраивать. Посмотрим. В общем, от фокусного расстояния зависит. Также здесь трапеция. Выравнивание трапеции есть. Все современные фишки. По внешнему виду все. Давайте мы его включим. Сейчас я его настрою. И... Все вам расскажу. Что да как. Смотрим. Вот такая у нас комплектация была в коробочке. В данной. Давайте что сейчас сделаем. Я сейчас видео с экрана поставлю. Как обычно. Вот сюда я его установлю. Чтобы вы смотрели. Все. Запись у нас с экрана пошла. Что мы видим? Давайте сразу же покажу по шторочке. Здесь у нас трансляция. Видим. QR-коды. Под водой данная камера может работать. Пожалуйста. Если там рыбок, снимаете. Куда на отдых ездите. Пожалуйста. Дальше. Есть скриншот. Модуль NFS. И точка доступа. Режимы. Но это у нас тут соответственно в шторке. Что выведено. И проектор. Также проектор есть. Если вы посмотрите. Вот здесь виджет стоит. На экране. Мы если его включаем. Данный виджет. У нас тут написано. Включается проектор. Чтобы избирать прямого попадания. Человеческий глаз. Ну. На глаз. На людской. Пожалуйста. Не. Направляйте. Видим. Что проектор есть. Опять же. Выключаем. Все идет после выключения. Проектор. Как виджет работает. Также есть программа. Сама яркость. Настраиваться. Дисторсия. Проекция. Коррекция. Перспективы. И. Автофокус. Ну. Фокус. Тут нет автофокуса. Тут будем мы. Настраивать этой штучкой. Позже вам все продемонстрируем. Что касается. Давайте сразу же по. Главному экрану пробежимся. Постараюсь все задеть. Значаем. Значки уведомлений. Можете полностью здесь настроить. Экстронные сообщения. Значки уведомлений. Будут на значках у вас уведомления. Свайп. То аксесс. Гугл. Ап. Некоторые пункты. Меню видим. Не переведаем. Свайпом можно выходить из приложений. Размер значка стандартный. Можете отрегулировать значки. Рекомендуемые приложения. Приключение режимов. И настройка фона. Дальше. Что у нас здесь. По виджетам. Давайте зайдем. Куча виджетов. Можете на рабочий стол. Пожалуйста. Вывести. Виджеты. Еще здесь есть главный экран. По главному. А. Главный экран. Опять же. Дублируется. А. Обои стиль. Можете под себя настроить. Цвета обоев. Основные обои. Темные обои. И всякие. Как кому удобно. Ну мне темный свет интереснее. Можете обои поменять. Так. По приложению мы вернемся чуть-чуть попозже. Шторку я вам показал. Давайте зайдем в настройки. Настройки. Видим, что меню кастомизировано. По отдельным категориям не разнесено. Но все подкрашено. И глаза уже радуются. Это очень-очень замечательно. Не голый Android. Ну и соответственно кастомизация. Вот. Давайте сразу же по начинке пробежимся. В первом пункте меню. Мое оборудование. Здесь установлен Android 13. Версия Tron Pro. Используется. 17 гигабайт занята. Емкость памяти. Памяти всего 512. Хватит вам задолго за глаза. Да. Не сказал, что здесь у нас две флешки встают. Секунду. Сейчас я вам продемонстрирую. Постараюсь. Здесь у нас сразу же идут две флешки. Или никаких. Ой-ой-ой. Две флешки. Карта памяти. И сразу же две nanoSIM. Не надо ничего. Можете сразу же быть с двумя nanoSIM на связи. И вставлять до 2 терабайт флешку. Дальше. Разрешение дисплея. Кому интересно. 1080 на 2460 пикселей. Здоровенный 2К дисплей. Размер экрана 6,79 дюймов. Опять же. Оперативной памяти 18 плюс 18. Интересно. Здесь у нас на коробке что указано. На коробке указано что. Что, что, что. На коробке между прочим указано 16 гигабайт памяти. Нестыковочка. Но ничего страшного. Бывает. Здесь у нас показано 18. И 18 мы можем расширить. От. До 18. Ну, разное значение можем расширить. Соответственно. Здесь у нас ничего не нажимается. Разрешить. Беспроводное обновление. Проверить обновление. А, у нас сейчас Wi-Fi не подключен. Так что выходим. Можете. Дальше. Эквивалентная емкость батареи 23800 миллиампер. Упасти в оморок. Процессор Dimensity 8200. 8 ядер. 8 ядер. Основная камера 200 мегапикселей. 50 мегапикселей. 8 мегапикселей. 64 ночная мегапикселей. Фронтальная 50 мегапикселей. Видим Bluetooth. Мак-адрес Wi-Fi и всего. В общем, вся информация здесь. Если кому-то она понадобится. Не надо там вниз лезть. И интернет-сети. На некоторых пунктах меню не буду заострять. VPN можете сделать точку доступа. Как телефон-бот раздавать у вас для всех. Пожалуйста. Подключено устройство. Подключать всякие тут периферию. Нас это опять же не интересует приложение. Какие приложения используют. Приложаем по умолчанию. И разные настройки. Проектор. Вот здесь же у нас есть. Проектор. Включаем. Сейчас мы включаются. У нас проектор. Опять. Включится. И. Все. Он у нас включился. И можем яркость регулировать. Экран движется. Автоматически настраивать проекции. Ну, здесь можете включить и трапецию настраивать. Можете выключить. Автоматически. И стиль ввода. Пейзаж. Или автомобиль. У нас, наверное, стиль ввода. Это горизонтальный или вертикальный. Наверное, так, да? Все. Выключаем проектор наш. Секундочку. Какое-то время, видите, ему надо еще охладиться. Чтобы сразу же. Здесь можете настроить проектор. Проектор, опять же, чуть позже продемонстрирую. Настройки смарт-кнопки. Здесь две функциональные кнопки. Можно настроить шесть приложений. Нет, шесть нельзя. Походу, по одному приложению. Да? Уличный фонарь. Переключение яркости. Нажмите. Удерживайте. Функция 1. А, нет, да. Вот внизу, видите. На каждую кнопку три функции можно настроить на данном телефончике. Две кнопки. Пожалуйста. И у вас весь функционал выведен от данной кнопки на торце. Что очень удобно. Уведомления. Опять же, настройки приложений. Уведомления. Тут полностью под себя можно настроить. Расписание. Умный помощник. Шторка уведомлений. Шторка уведомлений скрыта, если экран заблокирован. Вот, громкая звонка увеличивается плавно. Вибрация. Расширение памяти. Ну, здесь, опять же, мы уже заходили. Запись звонков. Оп. И у нихерц. О, красавчики. Все бы добавляли запись звонков. Штука очень нужная. Меня всегда спрашивают, есть ли запись звонков. Запись звонков присутствует. Так что, никто от своих слов уже не откажется. Всегда записывайте все разговоры. Батарея. Сейчас 39%. Батарея здесь гигантская. 23800 мА. Того марок упасть и не вспомнить сколько. Можете как пауэрбанк поиспользовать. Ваши гаджеты заряжать. Также фонарь использовать. Целую ночь будет гореть и не упадет. Если блюту или еще сколько, то вообще не используйте. Обнаружение приложения быстро. Расход уровень заряда батареи. Расход благодаря показан при цене. Ну, тут, в общем, оптимизация батареи. Полностью что с ней связано. Звук-вибрация. Ой. Звук-вибрация. Погодите. Хранилище. Проскочили. Хранилище гигантское. 512 гигабайт. Фотографии, конечно, 200 мегапикселей будут весить очень много. Очень много. Ну, как много. Я не знаю, мегапикселей по 20, может, 24 проверим тоже. Так что памяти тут вам хватит за глаза. Опять же, флешечку можете установить. Еще две сим-карты. Это 2 терабайт. Памяти хватит. Звук-вибрация. Давайте послушаем рингтон. Уже, уже орет. О-о-о-о. Ха-ха-ха. Это все понятно. Надо убавить. Оглохните, ребята. Рингтон, автоматические суббитры есть. Медиа. Проигрыватель. Опять же, полностью настройки. Быстрое включение звука. Выключение настройки всех тут звуков. Мы видим, что есть. Экран. Зайдем по экрану. Частота обновления. Можете тут сделать 120 Гц. Понимаете? Если вы в игры играете, или какие-то приложения у вас, которые движения, фильмы, смотрите активные. 120 Гц, так 60. Или умное переключение. Ставим умное переключение. Пускай он сам телефон решает. Умный интеллект. Когда вам включать высокую частоту, когда низкую. Не знаю, я не игроман, так мне 60 за глаза хватает. Яркость экрана 80. Адаптивная яркость завезли. И я вам скажу, сейчас у меня здесь освещение достаточно много. Яркости вам хватит за глаза. Заблокированный экран. Ну что тут, как можно выводить на заблокированном экране. Опять же. Время отключения экрана поставим. Давайте 2 минуты. Адаптивный режим яркости есть. Но сейчас его не будем использовать. Адаптивные датчики, значит, стоят. Все замечательно. Темная тема. Можно размер шрифта. Если у кого со временем проблемы, значки увеличить. Тут разные значки поставить. И можно размер шрифта полужирный, контрастный поставить. Проблемы, которые со зрением. Со здоровьем проблемы. Автоповорот экрана выключен. Заставка часа. Активация вертикальной приложения. Хайдинг Боди. Вариант по умолчанию. Икон шерп. Ну-ка, это что такое? Это у нас иконки, наверное, да? Да, разные иконки можно менять. Ну, под себя, опять же, внешний вид настроить. Обои стили мы тут заходили уже через экран. Специальные возможности есть. Опять же, не будем заострять внимание на них. Безопасность. Пожалуйста, для паранойи. Конфициальность. У кого, опять же, из вас паранойя, можете полностью все закрыть. Ни один инопланетянин вас не найдет. Местоположение. Четыре вида навигации. Не заблудитесь. Если в районе связей, если с высотой связью у вас есть в лесу, то еще от GPS будет работать. Моментально у вас будут спутники находить. Четыре вида навигации. Более, байдо, GPS, GLONASS. Безопасность. Опять же, сюда можете свои данные вбить. Если вы в горах пропадете, когда телефон ваш найдут, если он не заблокирован, то опознают ваше тело. Пароли аккаунта. Ну, здесь, опять же, пароли. В сервисе Google завезены цифровое благополучие родителей. Если вы своему чату данный телефон будете давать, тут, опять же, можете полностью контролировать, блокировать, ограничивать. Некоторые приложения. Сервисы Google завезены. Почему-то они, видите, это уведомление о риске ковида не убирают. Хотя ковид давно уж отменен. Странное решение. Все-таки, наверное, еще будет ковид. Система. Язык, жесты, обновления. Ничего интересного. Нету сброс настроек. И о телефоне. О телефоне мы, в принципе, вверху заходили. Так что, тут вся такая нужная информация. Что касается настроек. Опять же, затянул видео, но, наверное, вкратце все показалось. Так что, по приложениям. Сервисы Google, видим, завезены. В аккаунт мы не вошли. Зайдем в меню. Ну, тут диктофончик есть. Можете записать втихаря кого-нибудь. Заметки есть. Ящик с инструментами. Шумомер. О, ящик инструментов. Смотрите, какой богатый. Шумомер, компас, фонарик. Фонарик, давайте зайдем. А, это фонарик сзади, наверное. Да, фонарик сзади. Тут есть другой фонарик. Сейчас найдем уровень. Настенный уровень, замер высоты, лупа, сигнал тревоги, шагомер, отвес, транспортир, барометр. Спидометр даже есть, ребята. Ну, тут включить, если GPS, по GPS будет спидометр. Подводная камера есть, уличный фонарь. Сразу же пишет, что глаза выжгет. Если будете друг друга направлять, осторожно. Не направляйте на людей. Фонарик здесь интересный. Не только белым горит. Здесь он еще и может сиреной привлекать внимание. Давайте я вам покажу. Режим вспышка. Это привлечь внимание. Режим SOS. SOS, SOS. Помогите, помогите. Что-то случилось. Максимум. Закрывайте глаза. Вот это максимум, это ужас. Это стандарт минимум. Выключим. Так, здесь где-то еще есть. Ну, тут помощь. Ага, тут еще, видите, можно короткое нажатие и переключение. Режима подсветки. Высоко освещенность. Когда дегатор движется дважды, щелкни и перейти в режим. В общем, боковыми кнопками можно тоже, вот этой красной кнопочкой, можно тоже делать. Также здесь есть режим разноцветный. Вот такой я не вижу, где его включать в этой программе. Так, кнопочкой давайте попробуем. Долгое удержание. Ой, работает. Еще долгое удержание. Выключим. Да. В принципе, фонарь. Кейпинговый фонарь. Хватит вам надолго. Уличные фонари. Мобильная чистка. Очень прикольная вещь. Это если вы в воде поделали, чтобы продуть все динамики, начать слив. И он начинает вибрировать. Перестать слив. Удаление пыли также есть. В общем, удаление пыли из наушников даже есть. Вот это да. А вот симулятор-то. Вот он, наверное. Ну-ка, давайте-ка. Нашел я его. Синий свет. А, надо включить. Есть. Красный. Синий. Красный. Мигать. Это уже двумя цветами мигает. О, красотень. Всегда включен. Мигать. Фоновая музыка. Вот это да. Симуляторы, в общем. Все, выключаем. Ну, остальные тут тоже можно рассказывать часами. Думаю, функционал вам понятен. Обалдеть. Вот это да. Из интересного. Канкулятор есть. Ну, камеры мы чуть-чуть попозже вернемся в конце. Карты, контакты, настройки были. Режим студента. Пароль введете. И никто у вас больше сюда не залезет. Управление. Здесь, наверное, заморозка. Режим энергозабрежения. Сетевой режим. Блокировка режима. Блокировка приложений. В общем, оптимизация самой системы. Замечательно. Что еще у нас есть? Ну, фоточасы это стандартная эмуляция. NFS есть. Список карт пустых. Добавлять сюда можете карты свои. И через телефон, через NFS расплачиваться. Вот это да. Эмулировать карты в общем. Дальше FM-радио. Наверное, без наушников не будет работать. Подключите наушники. Да, без наушников не будет радио работать. И самое интересное, пульт. Ик-пульт. Окей. Я уже показывал его. Отключение времени. Разрешение уведомлениями. Календарь. Разрешить мобильных телефонов. Устройства поблизости. Так. Надо в общем разрешением удать. Я только не помню, какие разрешения. В игре 90. Так. Ну, это мы сейчас давайте пройдем. Здесь все можно. Начиная от вашего климатического оборудования. Заканчивая DVD-телевизорами, колонками. Тестировал. Не один раз я найти. Все работает. Очень удобно. Даже шторы, смотрите, есть тут. Маски. Мультиварки. Что только нету. Фонари. Можно сюда, что через их порт работает, все привязать. Пульт ДУ. Добавить пульты. Сейчас не надо. Добавляйте. Уже демонстрировал. Но поверьте, работает вообще классно. Что касается приложений. Давайте по камере зайдем. Камера. Сейчас мы какую-нибудь камеру сейчас что-нибудь включим у вас здесь. Камера. Давайте по камере. Из камеры. Фото. Есть у нас 0.6. Убавить. Ну, телевик здесь, да, стоит. Телеобъектив. Один и на четыре. Ну-ка, сфокусируешься ли? Давайте посмотрим. Ага, сфокусировался. Нифигасе. На один и ставим стандарт. По настройкам HDR есть вверху. Есть освещение. Сразу же можете дать. Есть автоматическое освещение. По настройкам. Автофокус. Включен. Видим, что есть стабилизация. Фокус 4 на 3 будет. Фокус, говорю, фотографии. Пускай будет громкость. Включено. Watermark. Включим. Это у нас логотип, я так понял. Watermark. Стабилизация. Есть стабилизация. Давайте тоже включим. Сетка. Включим. Сетка просто включим. Удобнее ориентироваться. Горизонт. Не надо. Подавление мерцания авто. Автоматическая яркость экрана. Автоматическое местоположение. А, нет, не надо. Не надо. Местоположение GPS. Не надо. Режим кнопок. На кнопке можно назначить. Что касается по фото. У нас как, интересно. 200 мегапикселей, наверное, отдельно вынесено. Нет. Так, здесь у нас есть еще профессиональный режим. Ну, это что такое? А, да. Здесь настройки. Вы любые можете вывести. Я не туда нажал. Извиняюсь. Так, профи выключим. Еще зайдем. Давайте. Есть инфокрасный. Начиная подсветка, ребята. 64 мегапикселя. Лупит. Мама, не горюй. Я не знаю, там видно вам. Не видно. Лупит. Что надо. Инфокрасный выключаю. Что еще есть? Сканирование QR-кодов. Моно. Супер режим. Это что у нас? Макро, наверное, да? Супер разрешение. На чем бы посмотреть? Давайте-ка на маленьком на чем-нибудь посмотрим. Я слышу, как объектив работает, ребята. Супер решение какого-то. Я не знаю. Нет, это не макро, походу. Это, наверное, не макро. Ну-ка, 0.6 поставим. Нет, макро. Да, все-таки это макро. Вот это что такое? Все понятно. Макросъемочка. Все присутствует. Ну, неудивительно. С 200 мегапикселями. Ну, и изменить. Изменить это тут в порядок кнопок. Все понятно. Есть режим портрет. Есть режим фото. Мы видели. Режим видео. Режим видео. Давайте зайдем посмотрим по режиму видео. Что у нас тут есть? По режиму видео, опять же, ESP, качество, формат. Можно HVX сделать, можно H64. Два кодека поддерживаются. Оставим старый формат кодека H64. Пусть будет. Потому что не все компьютеры. У меня, например, если я на DJI ставлю HVX, у меня компьютер садится на жопу. Не может, не вывозит, в общем. Хотя компьютер там 16-ядерный. Тяжелые, в общем, файлы. Дальше. Качество видео. 4К может снимать. 1080 по умолчанию стоит. Давайте 4К поставим. И так, и так поснимаем. Кодек. Контейнер, не кодек. Контейнер 3G или MPEG-4. Оставим MPEG-4. Стабилизацию включим. Сетка. Горизонт. Подавление мерцания. Автоматическая яркая сигарет. Месоположение не надо. Режим кнопок. В принципе, все завезено. Видим. Дальше. Следующая ночь. Ну, опять же, отсюда... А нет, здесь выдержка, наверное, больше. Да, это не ночное видение. Это просто ночная съемка. Выдержки. Ну, и там лапсы тоже завезли. Все замечательно. Что касается... Так, давайте еще этот посмотрим. Как он называется. Selfie. Selfie. Shelfie. Так, Shelfie. Давайте зайдем. Автозапуск. 4х3. Мирор. Зеркало можно включить. Громкость. Watermark включено опять. Ну, в принципе, все классическое. Что касается камеры. Выходим. В принципе, по настройкам. Ну, все. Давайте мы отключим. Запись с экрана. Немножко затянулось, но телефон стоит. Тут функционал огромнейший. Что мы сейчас делаем? Я сейчас схожу, пофотографирую на улице на него. Видео снимем. Серьез солнечно-яркий день. А вечером, когда у нас темноет, я засниму прожектор. Покажу вам, как работает прожектор на данном экранчике. Вызел этот вид. И все. И подводим итоги. Смотрим. Видео-фото. И как работает прожектор. Погнали. Главная фишка. Так. Тест камеры у нас идет. Роман Дмитриевич напротив солнца. Роман Дмитриевич. Стою. С другой стороны зайду. Приветики. Как у тебя дела? Определение лица идет, видно. Роман Дмитриевич. Роман Дмитриевич. Собственная персона. Как погуляли? Что-то он нагулялся весь. Он устал уже. Очень устал. Так. Стоп. Или не стоп. Роман Дмитриевич куда-то пошел? Вот так снимает камера. Смотрите сами, как микрофоны. Микрофоны пишут стерео. Все четенько. Сейчас у нас идет фронтальная камера 1080. Там было в 4К снято. Слишком солнечно, ярко. Не знаю. Вот так снимает. Стабилизация тоже присутствует. 1080. Там было в 4К. Сейчас еще я сниму в 1080. 1080 на заднюю камеру. Роман Дмитриевич. Заходи. Роман Дмитриевич вам немножко в ленту. Сейчас домой пойдем. Сейчас попаху. Покорачиваю. И все. Субтитры подогнал «Симон» камера мотора поехали проектор включила проектор вот так он у меня лежит и выведен на стену телефоны так поставил звук камер пытаюсь поставить дальше рассмотрение яркость вот это да яркость можно убавить между прочим комнате свет горит такой вечерний свет яркости видим хватает вот так эта яркость выглядит на другой камере сразу же слышим включился про этот вентилятор ну что давайте начну рассказывать можно убавить яркости можно прибавить дальше экран движется автоматически строить проекционное изображение зависит от положительной отрицательной стороны телефона давайте checkbox выключим если я буду в бок наклонять то ничего не происходит в общем непонятно как это работает функция такие не понял она по идее должна перспективу виде выравнивать его сейчас телефон вот так сделал в бок не сказал что сильно можно чуть-чуть в коррекцию подправляют но не сильно дальше смотрите работает вентилятор еле слышно вот я сейчас микрофон к нему поднес также фокусировка кручу колесико на телефоне яс я подкручу видео раз фокусировка идет и дачу не нажал а если начинаю другую сторону автофокусировки нету но экран вообще классный мы сейчас присвете вам покажем потом полной темноте дальше здесь но яркость я думаю здесь яркости до конца не надо в принципе и так хватает трапециевидная коррекция тоже автоматически стоит должна выравнивать не то я всяко попробовал в принципе таки не понял как она работает лучше напрямую поставить положить настроить и стиль вывода пейзаж что такое пейзаж или автомобиль если вы например выберите автомобиль то у вас будут горизонтально включаться в вертикально если пейзаж что у вас будет включаться даже если горит портретный режим у вас будут все равно картинка перед вернута пейзажа думаю понятно так отсюда на выйти только не помню как выйти давайте выходим отсюда в принципе у меня телефон лежит по боку вот так это видите сейчас выглядит телефон идем на youtube например идем на youtube на мой канал за город на жизнь давайте я сейчас свет выключу полную темноту сделаю вечерний свет выключу и будет вообще шикардос конечно картинка будет огонь я думаю там у вас видно да давайте сразу же включим сегодняшний ролик можно вывести другое изображение 1080 перематываем вообще и дальше вообще можно фильмы смотреть хоть что смотреть ребята сейчас я покажу на другую камеру покажу как это работает на другую камеру вот это в принципе можно экран потушить здесь смотрение потушил а здесь равно показывает вот такие дела опять мы что делаем и у нас выходит с экрана смотрите видите горизонтальная сразу же так дайте одну камеру выключу сразу же горизонтально выходит что мы делаем на на повернуть и вот так будет все выходим отсюда телефон можно перевернуть но рабочий стол соответственно не перевернуть а если в меню переверните давайте дальше зайдем например нам надо а вот фото еще не делал да смотрите пожалуйста 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 или там можно сделать что у нас как я ходил 1080 1080 камера огонь вообще четвертого все выходит на тут фотки можно смотреть это я тестировался не давать я вам включу ходил фотоаппарат тестировал как снимают если от отодвигать я думаю тут народ дюймов 400 можно вывести солнечная батарея для презентации для чего-то там фильмы посмотреть в машине ребята это огонь это огонь один телефон понимаете вот так вентилятор работа слышите я сейчас микрофон поднес к вентилятору его немножко слышно но он не раздражает в принципе дальше давайте по музыке попробуем отсюда выйдем сейчас мы так где у нас ютюбки погодите сейчас не могу выйти в youtube включая музыку без авторских прав но клипов тут нету просто музыка ухо орет он дайте к и убавлю чуть-чуть это нам не интересно давайте фильм кого не включим так перемотаем сюда посмотрим качество в 1080 есть делаем погромче напомним вас не волнует мои оценки и мои тесты вот ребята вещь ну я не знаю камера передает не передают давайте на вторую попробую снять опять же попробуем вам показать так это на пакет осмо цвета отличное все отлично показываю как это выглядит вообще чутенько так давайте мы его выключим проектор можно выключить все проектор у нас выключен вот такой у нас сегодня был телефончик друзья мои от компании и универс 808 88 49 танк 3 про качество видео увидели качество фото делайте сами выводы работа проектора тоже смотрите сами 1000 люмен в принципе для походов для сил вам хватит полностью штука интересная ссылочки оставлю в описании старт продаж начнется 12 марта тогда и будет актуальная цена сейчас цена не актуальная стоит имейте ввиду выморок не падайте копите деньги на данные ну я даже не знаю сколько он будет стоить честное слово не могу сказать переходите 12 числа начнутся старты продаж вот такой телефончик сможете себе приобрести на все случаи жизни на каждый день не знаю конечно но если где-то с собой в путешествия в походы брать для как мультимедиа развлечения батарея там поводу в общем тут все все в три в одном как у нас говорят все включено заниматься там дальнобойщиками думаю тоже зайдет на ура кто учится детям не знаю тяжело сумка будет оттягивать как при самообороне можно по голове отдать и все череп раскулите сразу же таким телефоном как оружие самозащиты можете носить если на темляке раскрутить это вообще-то двоих убить все чуть-чуть начинаю поведение есть опять же весь фарш все есть все современное косяков я не знаю не заметил пока не заметил может процессе эксплуатации все ссылочка оставлю в описании спасибо кто смотрел ждите следующий обзор будет интересно у нихер танк 3 всем пока и Продолжение следует...